Привет, ИЗИ! Это Рафт! И мы продолжаем прохождение этой увлекательной игрухи. И в прошлой серии мы, наконец-то, захватили вот этот вот остров. Ура! 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 Отжали её у большого грифа. И знаешь, что мне в комментариях ещё написали? Я когда спросил, а где же бабло-то брать? Мне сказали, вкладочку продать нажми. И тут куча-куча рыб, за которые я могу получить монеты. Ну и репутацию, естественно. Репутация, скорее всего, будет понижать мне стоимость. Покупок. В принципе, здесь всё. Можно приобрести запрессованный мусор и монеты. Это, конечно, очень круто. Но вот этих рыб я ни разу в жизни за всё существование Рафта ещё не ловил. Будем искать. И ловить их нужно на определённую какую-то наживку, скорее всего. Я, когда ещё в ранней версии Рафта играл, я таких не ловил, честно говоря. Ну всё, короче, хорошо болтать. Цветочек возьму. Сейчас его посажу быстренько. А то у меня... Ай, в топку. Не буду ничего садить. Надоели эти цветы. Их всё равно чайки сожрут. Пойдём, короче, исследовать остров. Значит, нам туда. Там как-нибудь подняться-то можно будет? Наверное, нам туда. Нет. Я запутался. Куда нам? Пойдём здесь. О! Дичка. Дичка, дичка, дичка. Жалко, у меня сетка мёда нету. Эх. Блин, она шустрый. Слушай, я её, походу, не догоню. Я весь остров буду гоняться за ней. А! Давай! Попади по ней! Чёрт. Ладно, лук возьму. Ладно, 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 ладно. Есть попадание? Есть попадание? И сколько у неё попасть-то надо? У неё уже две стрелы. Она такая махонькая. Сейчас она развернётся. Слушай, готово! Всё, убил курицу. Чё написано? Как называется? Металлическая стрела. Нет, я про курицу хотел спросить, как она называется. А, слушай, с неё ничего собрать нельзя. Её нужно было ловить и, видимо, в ферму её пихать, чтобы она у меня... Или что? Или как? Ну, а зря курицу укокошил. Ладно, идём дальше. Пещерочка какая-то. Нам сейчас по максимуму нужно с этого... О, грязь! А, что нам, по-моему, прыгать? А, блин, лопата нужна. Я сейчас так просто... О, грибы! Пещерные грибы. Из них суп можно потом сморганить. Колючки... Нет, колючки. Лопату надо будет сделать. Прийти выкопать всё это дело. Антошка, Антошка, пойдём копать картошку. Лопата у меня есть. Так что эта пещера будет покорена. Выкапываем грязюку. Заодно сбегал домой, выкинул балласт, пожрал, пообедал. И я теперь вообще бодрячком. Острова в наше время это кладезь продуктов. И ресурсов. Поэтому надо время зря не терять. Сделаем вид, что я типа работаю, даже глазами не моргая. Я как будто киборг. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ты посмотри на мой инвентарь. У меня курица рядом с грязью лежит. Эх, нехорошо. Продолжаем поиски чего-нибудь интересненького, съестного на этом острове. В принципе, я уже вижу пальмы. Нам дерево тоже не помешает, поэтому рубим пальмы. О, ананасики, ананасики. Надо будет их посадить у себя. Интересно, что прочнее, мой топор или три кокосовых пальмы? Вот сейчас-то мы это и узнаем. Прочность топора уже изношена. Ну, черт подери, он сломался. Не хватит мне срубить тебя, пальмочка. Ты будешь жить. Возвращаться пока не хочу. Пошарюсь до ночи на этом острове, потому что ночь уже близко. Сейчас главный вопрос назревает, как нам наверх добраться. Потому что там, кажется, что-то есть очень важное. Вот, я уже наверху. Я видел издалека, что там были какие-то постройки, словно на этом острове. Кто-то жил. И, возможно, да. И, возможно, так оно и есть. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что у нас. Тут есть и ящик. У меня инвентарь как? Инвентарь пока нормальный. Доски, доски, сокляны, стекло. Очень хорошо. Ананасы, ягоды. Вау, вау. Да тут жить прям можно. На самом-то деле. И вроде бы как бы и все. В комментариях кто-то писал, что это сюжетный остров. Ну, как бы... Козел! Но у меня нет, к сожалению, сетки. Поэтому я его не поймаю. Убивать я тоже его не буду. Потому что, как я выяснил, на курице это бессмысленно. Только зря животинку переведу. Вон там что-то есть, мне кажется. Или это камень? Бинокль, жалко нет. Надо спуститься. Надо спуститься. Блин, уже вечереет. Надо идти домой. Ладно, давай отсюда спрыгнем сейчас. Надеюсь, я не переломаю все кости. Виу! Посмотрю, что там. И возвращаюсь на плод. Ну, короче, это были вот эти камни. Все, я валю отсюда. Ну, короче, меня терзают смутные сомнения. Но я решил, в общем, это, сваливать отсюда. Где у меня якорь? Убрать. Потому что я и так здесь долго уже задержался. Не весь остров, конечно же, я зачистил. Не все как хотелось. Но задерживаться я здесь не хочу. Меня ждет многое другое. Так, парус. Опустить парус. И поплыли. По ветру. Еще и дождь начался. Еще и жрать хочу. Еще и акулу, кстати, завалил, которая тут плотно грызла. Вон мясо и жарю. Настало утро, а я еще даже не отплыл от этого острова. По всей видимости, ветер дует в другую сторону. Мне нужен флажочек. Сейчас я его сделаю. Блин, гвозди чуть-чуть не хватает. Вот так вот. И флажочек поставлю здесь. Вот. Ветер, значит, дует у нас в ту сторону. И парус у меня стоит тоже в ту сторону. И очень подозрительно, почему это мы не отплыли за ночь от этого острова. И так, сегодня куча дел. Сегодня будем снова апгрейдживать мой плот. Потому что он чертовски маловат. Но прежде чем это сделать, нам нужен пластик. Пластик в большом количестве. Вот. Чтобы изучить бутылочку. Кстати, перо здесь лежит у меня. С прошлого раза. Изучить. Значит, учимся делать бутылку. Потом сеткомет учимся делать. И еще это что? Котелок. Супы будем варить. А я пить хочу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это выливаем. Там, по-моему, соленая вода. Это выпиваем. Фух. Фух-фух-фух. Вот она бутылочка. Сок лианы. Четыре штуки. Благо, у меня были водоросли. Но их не в таком количестве. Где у меня водоросли? Вот они. Четыре штуки водорослей. Сейчас я их сюда закину. Хотя водорослей должно хватить как раз на бутылочку. Короче, я решил усилить. Усилить свои вот эти сетки. С другой стороны. То есть, получается, что если акула откусит одну из сторон, то сетка не исчезнет. Вот черт, дерево кончилось. Я надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю. Вот так вот. И в конце красивенько. О! То есть, теперь у меня вот такая вот сетка, защищенная с двух сторон на данный момент. Обычно, если акула откусывала вот эту часть, самую последнюю, то вот эта часть улетала вместе с сеткой. Это было не камильфо. Блин, круто, когда ты идешь, что-то строишь и параллельно еще и материалы собираешь, которые прям не влазят в твой суммарь. Все, с двух сторон все заделал. Можно побаловать себя ягодками. Я, по-моему, даже рот не открываю. Так хомячу. А у нас, тем временем, тут уже сок лианы есть. Заправляем свеженький и новенький. Ну и теперь, так как мы... О, кстати, ящик ты сейчас поймаешься или нет? Ящик ловить. Да, поймался где-то, акула жрет мой плод. Ах ты засранка. Ах ты засранка. Так, мне в комментариях писали, что если ты хочешь, чтобы акула дольше не появлялась, то не собирай с нее ничего. Я воспользуюсь этим методом обязательно, когда буду где-нибудь на острове. Так, надо починить вот это дело. И знаешь что, короче? Нам... Смотри, как мы плывем. Все вещи теперь плудут как бы вот сюда. Не с этой стороны. Поэтому нам нужно расширить мой плод в ту сторону и натянуть здесь сетку. Чтобы весь этот хлам ловился. Поэтому строим вот такую штуку. Как можно дальнейше. Я думаю, что вот так вот нам хватит. И натягиваем наши сеточки. Я думаю, что 10 штук мне хватит. Хотя не факт. Блин, дверь нахватило. Все, я все исправил. Я все исправил, у меня все хватает. Отлично. Единственное, что я не продумал, что акула может вот с этой стороны хапнуть мою сеточку и откусить ее. Поэтому второй слой... Нет, второй слой я не буду делать. А мы подплываем к острову. Мне как раз нужно дерево. Право руля. Он туда нам. Прямо на остров. В принципе, учитывая, что ветер нас дует туда. Я сделал, конечно, якорь. Но думаю, что парус удержит наш плод. И он никуда не денется. Поэтому якорь я пока оставлю здесь. Поскольку он одноразовый. Сделаю крутой топор. Мне для этого понадобится куча дерева. Пожрем, конечно же, на дорожечку. Кстати, кстати, кстати. Что у нас там с лианой? Что у нас с лианой? Сок лианой есть. Берем, значит, болтик. И веревочку делаем. Четыре. Не хватило веревки. Пальмовые листья. Здесь есть пальмовые листья? У меня их навалом. Готово, наконец-то. И топор тоже готов. Я теперь капец какой опасный индейец. Все. Последний, четвертый сок лианы. И, собственно, вечер я закончу чем? Правильно. Изготовлением бутылочки. Цивилизация. Ура. Вот такая вот бутылочка. Так, ну ладно. Пошли, короче, в ночную смену. Рубить деревья. И строить, расширять свой плод. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. В общем, деревья срубленные. Можно отчаливать. Задний ход. Вот так вот. А куда, кстати, ветер дует? Флажочек. Флажочек. Я потерялся. Я до своем плоту потерялся. Вот. Флажочек туда. Значит, мы в правильном направлении плывем. Отплываем. Причем очень быстренько. Это хорошо. Итак. Приступаем к расширению моего плота. Расширяться мы будем в глубину. О, блин. Гвоздей не хватает. Пойду-ка прошвырнусь. Хламик поищу. Где-то жду... О, хлам есть. Все. Гвоздь тоже есть. Отлично. Вот так вот. Значит, будем строить в эту сторону. Хватил только вот на столько. Блин. Тупанул. Надо было только с одной стороны ставить их. Хотя они и с другой тоже пойдет. Переходим к навесику. Значит, здесь. Здесь. И с другой стороны. Ну вот. Все уже пошире. Блин. У меня же где-то гвозди еще в ящиках были. Я запасик делал. Где-то у меня что-то... О, 8 штук. Ну ничего ж себе. И акула срана. Но я откусила все-таки, да? Минус одна штука. Ну и... К черту. Раз такая дела. Я вот это тоже уберу. Девяшка лишним не будет. С пластиком. У меня там, кажется, чайка что-то мудрит. Мяльцо. Окорок, окорок. Готово. Она одна была? Вторая не улетела? Хотя, вон вторая летает. Лежи тут. Я тебя потом освежую. Есть определенные сложности. В округе нет ресурсов. Это говорит о чем? Это говорит о том, что я, скорее всего, куда-то не туда плыву. Ну что я хочу сказать. Поработали. Можно и пообедать. Все равно пока материала нет. Выпьем сейчас из нашей новой бутылочки. Роскошной. Давай. Вот. Реклама. Гу. Бутылка там написана. Гу или Гуду. Короче, выпиваем. В нос, по-моему, залил себе. И, конечно же, сожрем акулу. Вот так. Не, ну то, что в округе нет ресурсов и так долго, это какие-то проволочки Локи. Эй, Локи. Засрадец. Зевс. Дай ему там втык. Ну что делать, что делать. Буду освежевать тогда чайку. Два окорока тоже неплохо. Зарарим. Ветер дует туда. Может, по ветру встанем? Парус у меня вообще не в ту сторону. Давай по ветру встанем. Ах ты, негодница. Это мой арбуз. Блин, я походу сейчас... Это последняя чайка, кстати, была. Раз такие дела, может, порыбачить, что ли? Выловить какую-нибудь классную рыбку. Ну, только сел порыбачить, ну, ё-моё. Эй-эй-эй, ещё вот эту штуку... Блин. Ну, вот теперь дырка. О! Ого! Мусор появляется. Слава богу. И что-то клюёт даже. Зубаточка попалась. Ну, вот такая вот обстановочка мне нравится. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! И что это за остров такой здоровенный, большущий? Я тут как раз закончил строительство. И смотрю, подплываем так. Подожди-ка вот сюда, давай. В общем, остров здоровенный. Похоже на два бугорка. Значит, вот так вот я переделал свой плод. Тут теперь больше места. Я, конечно, ещё хочу его переделать, потому что немного не так сделал. Снизу сделал защиту для своих сеток. Наконец-таки, потому что акула достала их жрать. В общем, как бы вот так вот теперь это всё выглядит. Довольненько просторно. Ветра нет, придётся поработать своим веслом. Да, материалы здесь на острове просто багонь. Почти, почти доплыл я там за что-то зацепился, походу. Вот так вот. Ну да, зацепился. А там акула жрёт мой плод. Эх, я откусил их. Вернём, как было. Пришло время сбросить якорь, потому что мы здесь надолго. И нужно бы доделать свой плод. Как надо. Значит, я здесь делаю вот такие вот штуки. Для того, чтобы сломать вот эти штуки. Вот так вот. Ничего не отвалилось, и это здорово. То, что хотел. И продолжаем верхнюю часть. Здесь у нас будет закругление. Типа нос корабля нашего. И здесь вот ещё можно закруглить. Во! Ну и, естественно, получается, нам здесь тоже нужно поставить колы. Чтобы сверху нам тоже расшириться. Ну вот, короче. Получился вот такой вот плод. Немножечко с наплывом на правую сторону. Выходит, что второй этаж у меня намного шире, чем нижний. Возможно, я это поправлю. А может, так и оставлю. И теперь, что самое главное. Нужно в срочном порядке здесь изменить. Это к чёрту. Просто к чёрту вот это снести. И поставить нормальную лестницу. О, чёртова акула. Ты чё, фигела? Стрелу мне отдай. Стрелу мне. Ай, пошла ты. О, а кто там внизу? Ух ты, какие рыбки. Кстати, может порыбачить? Ай. Может порыбачить здесь, а? Пить хочу. Сейчас попробую здесь порыбачить. Рыба такая. Может, ты её потом это... Продать можно будет. Ну-ка, давай-ка порыбачим. Посмотрим, поймается чё или нет. Держите прикорм, семечки. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин. И удочка сломалась. Скумбрию поймал. Надо будет потом попрактиковать, короче, тут. В общем, ставим здесь вот такую лесенку. Это получается, если я здесь её поставлю, мне нужно будет снести вот где-то здесь. Вот так вот надо сделать. Ну-ка. Во! Ещё вот этот уберём. Фотолотник. Шо, как? А, дырку лишнюю сделал. Отличный подъём, ну просто шикарнейший. Единственное, его нужно как-то огородить, чтобы я в него не падал. Чёрт, дерево закончилось. Но благо, у меня здесь его навалом. Вот так вот. Ну, слушай, по-моему, изящно. И очень хорошечно. Слушай, хорошо, что на этом острове вообще никого нет. Из диких животных. Ну, в смысле, которые бы тебя хотели сожрать. Или убить. Решил заглянуть в свою научную книгу и выяснил, что я ещё не изучил пальмовый лист. Ну, как же так-то? Ещё и у меня пластика 19 штук тут валялось. Изучаем, значит, лист. И теперь я могу сделать гамак и чучело. Дальше я могу сделать нормальный якорь. Если у меня где-то был в загашниках металлический этот, как она называется, вот этот вот шарнир. О! Давай тоже его изучим. Ух ты, ножницы! Хранилище нормальное, наконец-то. И якорь, конечно же. Это всё изучаем. Дальше, что из простого я могу ещё сделать? Кислородный баллон пока рановато мне. Водоросли, блин, надо изучить. Ещё камень можно изучить, чтобы делать краскотёрку. Камни у меня, кстати, тут навал. Вон, вон, есть. Изучаем. Ещё грязь можно изучить, тоже надо воспользоваться. Глину не изучил, хотя она у меня была. Ох, ё-моё! В общем, кучу всего научился делать. Смотри, лужайки всякие, краскотёрки, каменная стрела... А, в смысле каменная? А, я вначале... Как-то странно. Я эволюционирую, слушай. Я вначале изучил, получается... Металлическую стрелу. А теперь у меня появились каменные стрелы. Потому что я только сейчас изучил камень. Я возвращаюсь обратно в каменный век. Э, а, он сломался. А чё они такие хлебхи-то? Как будто из глины. В общем, вот мой плод. И в следующей серии я буду придавать ему уют. Возможно, даже крышу частично попробую сделать. И если тебе нравится, и ты не хочешь пропустить следующие серии, то ставь лайк, подписывайся. И тогда мы с тобой увидимся в следующем ролике. Так что, до встречи.